Таким образом, есть три функции психики, каждая находится в взаимодействии с другой, друг с другом. Наше грубое тело или организм на санскрите называется янтра. Слово янтра переводится также машина в санскрите. Оказывается, наш организм является сложной машиной, в которой живет душа и психика человека. Если человек считает себя этой машиной, то он находится в заблуждении. Такой человек думает, что со смертью тела он также умирает. В результате у него складывается впечатление, как надо жить. Совесть тогда не нужна, потому что совесть нужна для того, чтобы потом не было бучительно больно. Но если за бесцельно прожитые годы, но если ты являешься грубым телом, тогда будущего никакого нет. Ты после смерти тела тоже теряешь существование. Поэтому пей, гуляй, веселись, делай, что хочешь, лишь бы тебе было хорошо в этой жизни. Если тебе в этой жизни хорошо, дальше ничего нет. Такое мышление. Такая философия. Видите, знание определяет нашу жизнь. Если я считаю себя телом, значит будущего нет. Я делаю чок-чок. Если я понимаю, что жизнь есть дальше, тогда надо понять, от чего зависит моя следующая жизнь. Что дальше со мной будет. Вот с этим надо разобраться. И поэтому мы говорим своим детям о том, что ты должен правильно сейчас жить. Иначе потом будет хуже. Не очень хорошо в твоей жизни будет потом. Голос зовет в чудесные края. Но он спрашивает одновременно строго. А ты что для того сделал, чтобы ты в эти чудесные края попал? Вот это и заключается суть жизни человека. В этой идее. Если человек этого не понимает, значит он потом пожалеет от своей жизни. Если он просто в суету попал, то тогда он пожалеет от своей жизни. На самом деле само слово счастье, оно даже просто в древнерусского языка переводится сейчас, сейчас, тье, существование. Оказывается, человек должен очень реально осознавать, что он сейчас делает. Ну то есть в чем смысл его действий. Потому что есть два смысла действий. Один смысл действия — это самовыживание. А второй — это смысл жизни, это глубокое понимание, что для завтра ты сегодня сделаешь. Самовыживание — это действие для сегодня. Оказывается, большинство людей ничем занимаются. Они строят дома, они зарабатывают деньги, создают семьи, детей воспитывают. Это что за деятельность? Это деятельность для того, чтобы жить. Человек без этого не может жить. Ему нужно детей, нужна работа, нужны деньги. Но как она связана, эта деятельность, завтра? Никак. Потому что завтра у тебя ничего этого не будет. Когда человек уходит из этого мира, он уходит голеньким, никого с собой не захватывает, ни детей, ни жену. Один остается. Поэтому с этой точки зрения что-то он, конечно, захватывает с собой. То, что произошло внутри психики его, это остается с ним. Поэтому в ведах само слово «тонкое тело» переводится как «тело желаний». Другой перевод тонкого или психического тела — «тело желаний». Какие желания у человека, какие поступки он совершал, то он с тобой и захватывает дальше. Но даже если сейчас, допустим, вы меня обвините в том, что, Олег Геннадьевич, у нас кризис в стране, что ты нам лепишь про завтра? Давай сегодня. Сегодня жить надо, что-то делать, чтобы нормально жить уже. На лекцию денег нет сходить. Я согласен с этим утверждением полностью. Но оказывается, все связано. Вот это все связано вместе. Потому что если человек правильно живет для завтра, то тогда и сегодня тоже все будет лучше. Поэтому есть два типа действия. Один тип действия — на то, чтобы сейчас выжить. А другой тип действия — это то действие, которое улучшает судьбу человека или развивает его как Личность. Приведу вам пример. Я с одним индусом как-то подошел к одной женщине. Она всю жизнь носит кирпичи на голове, чтобы строить. И за эту работу получает горку риса. Немножко риса, все больше она ничего не получает. Я ее спросил через переводчика. Почему бы вам не получиться, не получить образование и не получать больше для своей жизни? Вы же больше достойны. Она говорит, что мой отец так жил, все у меня так жили. Я безграмотная. Я не верю, что я могу выучить буквы. Тем более, что меня никто учить не будет. У меня нет денег на учебу даже. Я буду носить кирпичи дальше всю жизнь. Меня это устраивает. Я говорю, что у вас нет ни жилья нормального, ни медицинского блуза, служивания. Вы питаетесь только одним рисом. Может, вам более разнообразную пищу кушать надо. Для этого нужно немножко развиться, как личность. Она говорит, я пошла. То есть, она не услышала меня. Но интересно знать, что... Я вижу другой пример. Ребята просто... Молодые парни из деревень. Они идут в храм жить. Просто в храм монахами. И живут в храме. Получают образование. Работают, служат Богу. Развиваются как личности. Проходят 15 лет. И этот молодой человек в возрасте 35 лет становится образованным. Понимающим, как устроен мир. И он вот из этой глухой деревни с неграмотными родителями, которые носят кирпичи, он начинает жить совсем другую жизнь. В чем же заключается его... Разница его образования от нашего? Мы получаем образование какое? Вычитать и умножать. Да? То есть, мы учимся каким-то техническим вещам для того, чтобы быть квалифицированным на работе. Но там, в этой песенке, вычитать и умножать... Есть еще одна фраза дальше. Малышей не обижать. Книжки добрые любить. И воспитанными быть. Понимаете... Я предупреждал про звук. Судьба. Ничего не сделаешь. Судьба должна двигаться в мою сторону сейчас. Что-то делать. Раз, два, три. Россия. Здесь все не банкируется, очень просто. Надо стукнуть. Иначе ничего не будет. Я так испугался, что забыл, о чем я говорю. Напомните. Да, воспитанными быть. Ну, то есть, смотрите, оказывается, в обучении есть еще другой момент, который мы забыли. Вот наша вся система образования забыла, что воспитанными быть важнее, чем вычитать и умножать. Потому что сейчас люди приходят на работу, он говорит, у меня там два высших образования. И когда начинает работу, начинает со всеми ругаться, на работу опаздывать, не выполнять свои обязанности вовремя. И он говорит, слушай, нам такой человек не нужен. Он говорит, ну как не нужен? Я выучился, вот у меня классная специализация, я все знаю, как и что делать правильно. Он говорит, теперь ты должен еще узнать, что такое жизнь. Как себя вести правильно со старшими, как с равными, как себя вести с младшими. Как нужно относиться к труду, что надо книжки добрые любить, а не просто их читать. Оказывается, любить надо, учиться. Мы не учились, у нас нет такого образования. Мы не знаем, как друг с другом жить. Нас научили только сексом заниматься. В интернете, если посмотреть, везде показывают, как сексом заниматься. Но самое удивительное заключается в том, что это показывать не надо. Любая собачка ее не обучают, она знает. От природы человек знает, как это делать. Нечего учить. Все понятно. Само все по себе как-то человек догадывается, что вот так надо делать. Ну нет, где-то не надо образовывать. А вот как жить с человеком, с которым ты сексом позанимался? Вот надо учить, потому что очень сложно. 80% разводов в семье, в стране у нас сейчас. 80%. Это значит, что все, кто пам-пам-парам, пам-пам-пам-пам-пам-пра-рам, а теперь вы объявляетесь мужем и женой. Из них 80% не выполняют слова, которые они сказали там в ЗАГСе. Я всю жизнь хочу заботиться об этом человеке и так далее. Любить его. Не расходится, говорит, не сошлись характерами. А ни один мужчина и женщина не могут сойтись характерами, потому что характеры абсолютно противоположные. То, что женщине нравится, мужчине тяжело очень. Ожидания вот такие женщина. Говорит, будь со мною ласковым, будь со мною нежным, будь со мною бережным, будь со мною прежним. Говори счастливые, глупые слова, чтобы каруселила счастьем голова. А все, что она ему говорит, это не мужская природа. Мужчина не может быть нежным. Он не нежный по природе. Грубый. Не бережный, все время не все ломает. Неласковый мужчина по природе, неласковый. Когда женщина бережно, нежно и ласково по отношению к нему себя ведет, он таким и становится. Благодаря ее присутствует. Или мужчина-женщина говорит, ты должна быть послушной. Но женщина, она непослушна по природе. Ее природа непослушная. Вот мужчина, равняйся, смирно, больно. Женщина, равняйся. Всемирно. Вольно. Непослушная женщина по природе. Но благодаря заботе она становится послушной. Она, когда доверяет человеку, начинает его слушаться, естественно. Доверие вызывает у нее послушание. Но природа ее не вызывает послушание. Если мужчина говорит, будь послушной, она не может. Потому что только любовь, когда он ласково относится, тогда она становится послушной. Видите, надо это изучать. Мы это все не знаем. Оказывается, то, что у мужчины счастье, когда он от женщины ждет счастье. То, что от нее счастье в отношениях, для женщины это аскеза. Что ты, мужчины счастье, когда он от женщины ждет счастье? Я буду сейчас беседовать с вами с точки зрения древней культуры, в которой есть свои правила беседы. Например, правила современной беседы в современном обществе таковы, что я должен основываться на экспериментах современной науки. Например, если современная наука не доказала, что психика человека имеет свое строение, значит, я не должен на этом основываться, не должен об этом говорить. Современная наука диктует права жизни. Если, допустим, она не доказала, что есть энергия любви, эта энергия действует между людьми, то я не должен об этом говорить. Но это непрактично, потому что если я не буду говорить об энергии любви, то как я буду говорить о любви? Она же действует, любовь действует на человека. Так? Люди любят друг друга, идет влияние, они это знают, но что это за сила, никто не знает, но мы тем не менее не можем жизнь отменить, правда? Из-за того, что наука ничего не доказала. Точно так же я говорю о жизни сейчас. Это значит, что я должен основываться на том, что жизнь может объяснить. Такие объяснения есть в Священных Писаниях. То есть там описывается, что нельзя обманывать. В некоторых Священных Писаниях просто говорится, нельзя обманывать, а в других говорится, почему, что из этого будет. То есть, оказывается, существуют какие-то законы, которые нельзя объяснить с помощью современной науки, с помощью эксперимента. Но зато они действуют. И, например, свою кандидатскую диссертацию я защитил просто потому, что есть действия. То есть я описал, какие изменения происходят в слушателе моих лекций. Например, больше 60% людей меняют свою личную жизнь в результате слушаний лекций. Около 80% улучшают здоровье. И так далее. Есть статистика. Эта статистика была принята с Советом Диссертационным. Они решили, что эта деятельность, она очень актуальна. Она улучшает качество жизни людей. И поэтому я действую. Хотя, допустим, сейчас люди не знают о том, есть ли жизнь после смерти или нет. Хотя, опять же, есть такой метод исследования, в котором просто мы используем не взаимодействие каких-то физических тел друг с другом, а просто факты. Например, есть ученый Моуди, доктор наук, он взял и он работал в реанимации и доказал, что люди, они себя помнят, когда останавливается сердце и мозг. То есть нервные импульсы не идут. Мы же считаем, что психика работает на основе нервных импульсов. Нервные импульсы не идут, но этот человек видит вид сверху, видит, что происходит в операционной. Он рассказывает то, что говорил в это время. Все синхронизировано. Там ничего не перепутать нельзя. То есть, если это он сказал, это значит, что он точно это воспринимал в тот момент, когда энцефалограмма давала ноль. Все значит первичность нервной системы, как утверждал Павлов, не является истиной, что нервная система рождает любовь, мысли и является основой для психики человека. Нет. Беды говорят, что наоборот. Нервная система пытается психической энергией, поэтому она живет. И мысли человека, они существуют благодаря тому, что есть другие принципы существования работы нашего организма. Например, есть такое психическое тело или невидимое тело. Или, как говорят на санскрите, линга шариром, тонкое тело. Но тонкое означает невидимое. Оно делится на три части. Есть ум. И вот слово ум, интересно, оно есть в русском языке. Есть разум, слово. Есть эгоизм. Эти все слова есть в русском языке. Это означает, что древние люди знали о том, что это все существует и делится, найти подразделение. Потому что в Ведах конкретно описано, что такое ум. Он на санскрит называет манас, манас ум. Такая психическая структура, которая является остовом, остовом для всего нашего организма. Эта психическая структура не умирает после смерти. Остов, на котором создается жизнь существует до жизни. Это объясняет тот факт, почему из семечка клена, допустим, вырастает клен именно, а не какое-то другое дерево. Оказывается, в тот момент, когда в семечко попадает вода, то психическое тело заходит в него, именно клена, потому что другое не зайдет, заходит в него. И по чертежу есть каналы в психическом теле, которые называются шротасы. По этим каналам растут клетки. Они, оказывается, растут не просто так, куда хотят. Они растут внутри психических каналов, как внутри чертежа. Так создается организм. Это описано. Значит, как объяснить, что в нервной трубке у человека соединение идет, точное соединение с разных сторон. Если нет никакого наведения, способа наведения, как они соединятся в трехмерное пространство, ничего же нет. Они растут, раз, соединяются в клетки. Это означает, что есть какие-то каналы тонкие, внутри которых это все растет. Так оно и есть. У нас есть шротасы, психические каналы, я могу их диагностировать. Оказывается, ум может работать как прибор, и он может и при правильном настрое, он может воспринимать тонкое тело другого человека, потому что мы же взаимодействуем тонкими телами. И можно определить у человека какая проблема. Вот так, допустим, я диагностировал женщину, объяснил ей, что у нее за проблема и сказал, как ее лечить. Это результат контакта тонкого, психического. и так, есть ум, он имеет пять чувств. Все чувства, они как связывают ум, они две функции имеют. Одна функция, они берут энергию счастья, которая питается ум для того, чтобы жить. Энергия счастья это энергия, которая питает весь организм. Печень, сердце, почки, все органы, они питаются разными видами энергии счастья. Например, сердце питается энергией доброты, а печень стабильности, спокойствия. Позвоночник питается энергией последовательности, чтобы человек не нервничал, не злился. Кишечник, трудолюбие, головной мозг питается энергией отдыха. Если человек не отдыхает, работает у него, перенапрягается мозг. И так далее. Человек не может жить без счастья. Пять органов чувств, пять не органов, а пять чувств. Органы чувств это уже к грубому телу принадлежит ухо. Но есть чувство слуха, оно принадлежит психическому телу. Оказывается, чувство слуха живет без грубого тела. И при особом настрое человек может слышать даже без уха. Есть такие примеры. Панго, например, видела без глаз. Это доказано. Она видела людей, общалась с ними, описывала, как они выглядят, и не было глаз в англе. И так далее. То есть, есть чувство зрения, оно принадлежит уму, видит ум. С помощью нервной системы, конечно же, когда мы в грубой теле находимся, но мы можем действовать по-другому. Например, когда человек оставляет тело, выходит за его пределы, он видит все, но уже не глазами, тонким зрением. так чувства получают счастье извне. Без счастья жить невозможно, человек не может жить без счастья. Ихватка счастья выражается в виде отчаяния, боли, депрессии, усталости. Разные виды энергии счастья, голод по ним дают разную ситуацию в жизни в нашей. Чувства также выполняют функцию соединения между собой разных элементов тонкого тела. Например, чувство слуха принадлежит уму, а действует внутри разума. Есть еще одна функция тонкая. Если ум это структура, в которой все живет в организме, и в уме же находится наша судьба, там находится память о наших прошлых поступках. Она находится прямо вот в области сердца, вот здесь, не в сердце, а как бы в этой зоне, как шар. Эта судьба имеет форму шара. Внутри этого шара находится душа. И она видит сквозь прошлые поступки и события весь этот мир. если возбуждается какой-то поступок, событие, какое-то, то душа в свете окрашивается, вся судьба человека окрашивается этим узелком кармы, карма-васана на санскрипт называется, выходит какой-то узелок, возбуждается и окрашивает всю нашу жизнь каким-то цветом. Цветом печали или цветом радости, цветом счастья, чьей-то спокойствия или напряжения. Душа смотрит на мир сквозь свои поступки, сквозь судьбу. То есть каждое действие человека влечет за собой определенную жизнь дальше. Человек не имеет права поступать неправильно. Разум это такая функция, которая изучает, как правильно жить. Она собирает счастье с разных мест. Знание это как раз то, что дает понимание как быть счастливым. Когда человек изучает что-то, он ищет счастье. Когда человек находит, он успокаивается, ему становится хорошо. Я теперь знаю, как мне зарабатывать деньги. Мне хорошо, я счастливый человек, у меня все склеилось, я изучил, я понял. Я теперь знаю, как общаться с мужем, с детьми, с женой. Я теперь знаю, как жить в Иркутске. Получил знание, что за город. Почему мне было трудно, теперь я знаю, что мне делать, чтобы легче было жить в этом городе. Без знания человек не может быть счастливым. Знание получает разум, контактирует с источниками знания. Разум это такая функция человека, который может настроиться на какой-то объект и изучать его, оттуда получать счастье. Но иногда разум настраивается на несчастье и получает от него знание. Такой разум называется разумом в невежестве. Когда человек, допустим, на кого-то злится, плохо думает о ком-то и думает, я тебе устрою, в это время он разрушает свою жизнь, потому что он вместо счастья получает несчастье уже внутри себя. И думает, я когда его разрушу, этот объект, тогда я буду счастливым. Но это ингрузия, заблуждение. Если ты кого-то разрушишь, тебя потом тоже кто-то разрушит. И так до бесконечности. Никогда не бывает так, чтобы мы сделали плохо и получили хорошо самим. Есть еще такая функция, которая осознает себя в нашей психике. Эта функция называется чувство собственного достоинства, эгоизма или ощущение всякой личности. То есть все, что существует, разум, ум, это функционирует для меня. Но я должен себя осознать, иначе как я пойму, что это для меня функционирует? Например, когда это чувство собственного достоинства уничтожено, вернее, как бы работает неправильно, человек может себя вообще не понимать. В результате он попадает в больницу, он не чувствует, что он это его деятельность не связана с ним. Как-то самосознание где-то в другом месте находится. Когда трудно очень, нужно, чтобы старший еще сказал обязательно, дал подтверждение. Это подтверждение, оно устанавливает своей судьбой очень сильную хорошую связь. Появляется сил действовать. Поэтому в древней культуре люди к старшим приходили не для того, чтобы ему инструкции дали, как действовать, они приходили к старшим для того, чтобы получить вот эту силу, которая называется благословением. И он говорит то же самое, что и обычно говорит, но это дает больше возможности побеждать, понимаете. Поэтому отношения не всегда означают, что надо что-то новенькое услышать. Как некоторые говорят, а я это уже все слышал сто раз. Неправильное мышление. Я тоже прихожу к старшим для того, чтобы они мне сказали как надо. Хотя я сам знаю как надо, но не могу так сделать, и нет сил. Они мне говорят, и силы появляются. Так устроен этот мир. Нам нужна помощь всегда в этой жизни. мы не можем сами. Нам нужна помощь. Дальше. Следующий вопрос. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. В первую очередь большое спасибо. В целом на этой лекции вы уже все сказали как действовать, дали полный алгоритм и вдохновение. Но остался один вопрос. Если с получением счастья через Бога все понятно, есть и потребность, есть сразу результат. Ну, как только я молюсь или медитирую, сразу получаю отдачу и счастье. С природой такая же история. Есть и потребность, и отдача. А вот что касается социума и отношений с людьми. Ну, мне всегда было немного скучно с людьми, с большинством. Я не интересно, я не знаю, как это назвать. Потребности не было. Вот. И с годами это все усугубляется и усугубляется. Со своими близкими, с мужем, с семьей, там, и так далее. Я построила отношения, все вроде бы хорошо, по-доброму, с любовью. Вот. Но какие-то другие контакты заводить мне не хочется. И вот я хотела уточнить, это проблема или это в общем-то нормально и не трогать жизнь? Это нормально и это проблема. Смотрите, у каждого человека со своей сферой вот этих трех энергий природные возможности и недостатки. Самая сильная у вас связь с природой, у вас вообще нет проблемы, можете там получать счастье в любой момент жизни. Отношения с Богом вы установили свои силы. Они были с рождения, но вы их усилили. Всегда человек должен сначала действовать в ту сторону, в которую легко, потому что это дает победу. Если ты не можешь штурмовать напрямую, окружай. Это правильная тактика ведения боя. Не надо мучить себя больше, чем необходимо. Она окружает судьбу, то есть она усилила то, что есть. Теперь правильная тактика чуть-чуть попозже, не сейчас, будет заключаться в том, чтобы штурмовать крепость. Крепость вашей судьбы это отношение с людьми. Там очень сильная заслонка стоит, и она выражалась, даже начиналась в отношениях с вашими близкими, с мамой, с папой, то же самое, стена. Понимаете, то есть это объем работы, которую вы должны пройти в этой жизни. Но чтобы пройти, нужно силы накопить в отношении с природой и с Богом, а потом уже делать добрые дела в отношении к людям. Не начинать с мамы, папы, не начинать с близких людей, а начинать с тех, с кем легче. Всегда человеку легче, с чужими людьми, потом следующая стадия — это работа. На работе легче, чем в семье, поэтому дальше на работе налаживаем отношения, и только потом уже с близкими людьми, когда уже все эти сферы покрыты. Такая тактика. И силы брать от Бога, от природы. Спасибо большое, вы исчерпывающие ответили. Она очень разумная человек, и у меня все получится. 15 минут осталось. Последний вопрос. Дальше, сзади, вот у нас спереди. Давайте я лучше сам буду поднимать. Садитесь. Видите, я с мужчиной вот так поступил. Знаете, зачем? Я его воспитываю. Он сильно хочет спросить, он сейчас будет гореть от этого вопроса. Потому что, когда человек сильно хочет спросить, он не слышит ответа. Давайте сзади кто-то там. Сзади люди обделены всегда. Ну, вот мужчина в очках, хорошо. Вы уже спрашивали же меня, да? Алло, не спрашиваю. И не спрашиваю. Спрашиваю. Очень тяжелый год для меня. В апреле месяце потерял высокоплаченную работу. Вижу. Два месяца назад жена подала на развод. Дочке сегодня год. У нас маленький ребенок. Ну, инициатива ее с ее стороны. Большую роль играет ее мать, конечно, теща. Она, когда хотелась с дочкой, стала к нам каждый день приходить и капает на меня, что я такой плохой. теща виновата? Ну, я считаю, да, больше стебелью. Это что значит? Это значит, что судьба из вашего сердца вырвалась на другого человека. Это означает, что если вы не вернете судьбу назад в сердце, победить ее невозможно. То есть, другими словами, надо, чтобы теща перестала быть виноватым, а вина между нами, что мы с тещей вместе виноваты. Потом следующая стадия я виноват в своей судьбе сам, а теща просто выполняет роль. И потом дальше все нормально, пускай теща так делает, ничего не будет плохого, все будем исправлять. Это уже значит, что вы вырвались из вот этого вот витка судьбы. Вот этот штопор, в котором человек ничего не может сделать, самое ужасное в этом штопоре, это когда под вашего контроля судьба выходит. Когда теща во всем виновата, а не ваша судьба, тогда с ней сделать ничего невозможно, потому что судьба находится в ваших руках тещи. Ну, теща очень галстная, допустим, она говорит, иди напрямую сейчас денег заработай. Вот мы хотим квартиру, но у меня свой дом еще в городе, продавай дом, а квартиру хотят купить за 6 миллионов. Я говорю, я дом не буду продавать год. Вы сейчас не думайте о том, что теща говорит, а думайте о том, как сделать так, чтобы ваша энергия любви попала в сердце тещи. С душой теща, друг родной, помоги. по закону мы с тобой не враги, а по правде же сказать мы родня. Ты почти вторая мать для меня. Теща, люблю твои блины, теща, твои блины вкусны, их аромат и очень свежий вкус, твоих блинов съесть много я берусь. Вот жену люблю, я ребенка и хочу как-то вернуть мне так тяжело было сейчас второй месяц пошел. Ну я вчера искупался в воде купаюсь. Вот молодец, супер. Вроде бывает спортом занимаюсь. Легче стало? Легче стало, да. Сухер, сильный, но все равно мне очень тяжело. Понятно тяжело, у вас тяжелейший период жизни сейчас идет. Очень тяжело будет. Да, если бы вы не купались в проруби у вас бы мог наступить инсульт. Вот этот период времени он влияет вам на голову сейчас. У вас сейчас спазмы сосудов мозга могут наступить если вы не будете ничего делать. Этот период плохой также влияет на вашу личную жизнь. Он влияет на вашу работу поменьше. Там у вас все быстрее восстановится на работе, в семье идет полный расколбас. Сейчас на четвертую стадию, с третьей на четвертое время перекроет влияние. Понимаете? Вам не хватает Бога. От природы много энергии берете, от людей тоже можете. С людьми тоже по-доброму поступаете, у вас коллектив, вы заботитесь о них, о людях. Вам нужно от Бога подключаться. У вас вот я сказал теща люблю твои плены. Вы не приняли эту песню. Почему? Потому что сил не хватает. Чтобы силы получать, вы сможете перешагнуть через себя. Вы придете к ней и она помлеет. Она увидит другого человека перед собой. Она не сможет ничего плохого вам сделать, потому что будете сильнее этого. Молитву каждый день читаю Святой Матрёнышке. А читайте не один. Включайте голос кого-то. Включайте не один. Читайте не один. Сердце спокойнее становится, значит, вы отрываетесь от своей судьбы. Начинаете наполняться, а не расходоваться. А когда вы от себя, я желаю всем счастья, вы внутри судьбы копаетесь, находитесь. Это умственная деятельность, недейственность разума. Разум живет в звуке других, а не в своем. И тогда судьба начинает побеждаться. Попробуйте с кем-то повторять молитву сейчас, не сам по себе, вместе с кем-то. Может быть это молитва Матронушки, вы будете вместе, найдите такую молитву, чтобы кто-то читал, и вместе с ним читайте, и у вас пойдет победа. Начнете крепко, очень станет. То есть двое как бы читаете эту молитву, да? Да. Просто слушая его голос, читайте сам параллельно. Ну вот, настрой ясен, у нас лекция заканчивается, сейчас мы все включаем вот этот разум, то есть слушаем голос, те, кто молится. Почему повторяем, я желаю всем счастья? Потому что у всех разные молитвы, А есть общий настрой. Я желаю всем счастья, это то, что мы должны делать в своем сердце, иначе молитва никакой не будет. Если человек счастья никому не желает, Бог его не услышит. Поэтому все сели прямо. Субтитры